Привет! Сегодня мы поговорим о нашем барабанном фильтре. Это первый барабанный фильтр в моей жизни, поэтому косиков в приготовлении было немало. Но в общем, большинство из них исправлены. Кое-как, так или иначе, фильтр работает. Но я вам о всех расскажу, чтобы вы не допускали тех же ошибок. Погнали! Ну, начнем с корпуса. Это корпус стенки сделан из полипропилена шестерки. Крышка дно сделана из пятерки. И перегородка между приямком и основным отделением сделана из пятерки. Ну, так, чтобы чуть не дешеветь. Это та же пятерка, которую мы в бассейне варили. Были куски, из которых... Ну, вот, включился. Получалось это сделать. Корпус барабана сделан с приямком. Но это не очень удачное решение в нашем случае. Внутри, по углам, ну и на дне очень активно копится всякая кака, которую, в общем, приходится периодически вымывать, вычищать. И, в общем, всякое это не нужно и неудобно. Поэтому, в общем, лучше делать это без приямка, наверное, и лить напрямую барабан в воду. Так будет правильнее, так будет чище, так будет меньше гнить. Ну, дальше по барабану. Дно сделано плоское. Ну, собственно, оно сделано в форме прямоугольного пропилепипеда. Вот, плоское дно, это тоже не очень удачное решение. Потому как на дне скапливается по углам тоже всякая кака. Не знаю, видно ее или нет. Мы ее ни разу не чистили. Вот, но рано ли порно придется это делать. Потому как... Потому как она там копится. На будущее дно будем делать, наверное, либо со спошенным днищем под уклон, либо, наверное, скругленное какое-то. По входам и выходам. С бассейнов идет 110-я труба. Входит приямок. Ну, и все-таки оттуда барабан. В выходе из барабана, вот там, с самого днища, идет труба в бюрофильтр. Труба 50-я. Почему-то при расчетах мне казалось, что 50-й трубы достаточно. Что 5 кубов в час спокойно по ней проходит. В теории, как бы она так, наверное, и есть. Но, как оказалось, совсем другую картину. В результате мы имеем на выходе, с другой стороны, скинетрично, такую же 10-ю трубу, которая также идет у нас в бюрофильтр. Но она уже не в 100% наполнеемости, а так, в процентах на 30. Но по-разному бывает. Бывает и до половины. Из приемка у нас имеется аварийный перелив. На случай, если вдруг барабан там не стыдает обрабатывать, принимать, то все. И лишнее у нас сбрасывается к самам. У нас вообще все лишнее сбрасывается к самам. Этим они и живут. Корпус барабанного крикла мы очень хотели сделать легко разборным, чтобы можно было в любом момент снять барабан, заменить сетку, если это потребует, заменить мотор, заменить что-то там еще в просунке. Вот, но, в общем, фокус у нас не удался. Потому вот, накросячили мы. Через верх барабан у нас не вынимается, понятна причина у нас потолки низкие, барабан так физически здесь не проходит. Поэтому было решено сделать здесь люк, чтобы сняли мотор, сняли люк, вынули барабан, поменяли сетку, что-то там поменяли, может быть там ролики какие-то, и засунули все обратное. Но, когда я прорезал отверстие, которое будет закрываться один минуком, не учел ширину крызы, сделал отверстие слишком большое, и, в общем, тут получился буквально сантиметр запаса. Поэтому просадили все не на шурупы и герметик, а то решили, что я грудил саморезами, снизу замазал герметиком трансфер, нижнюю часть, чтобы не вытекалось туда. Собственно, на этом и закончили. Поэтому теперь у нас не такой легкой разборный выход. Ну, ничего, будем надеяться, что он у нас ломаться не будет, пока мы вывезли в эту парку рыбы. А дальше разберем, притрясем. Барабан сделан из трешки полипропилена. Дырки сверлили вручную фрезой. Боковушки синие сделаны из четверки. Что еще? Сетка сороковка, 40 микрон, полипропиленовая или какого-то еще полимера синтетическая, в общем, куплена у китайца на Алиэкспресс. Недорого. Ширина барабана 48 сантиметров, чтобы сеткой шириной метр удобно было делить пополам. По форсункам сейчас остановится, а то шум не было. Ну, давай. Швать, тяжелее. По форсункам. Изначально форсунки были куплены пластиковые. А сейчас покажу, какие они были. Они стоят какие-то копейки. За 5 штук я отдал, может, 150 рублей. В общем, рублей по 30 они стоят. Вот. И, в общем-то, они справлялись, пока рыба не подросла. С граммом к 100 рыба уже начала гадить более крупно и более обильно. И, в общем, форсунки стали не подходить. Были заменены на вот такие. Из нержавейки. 65, 0, 5. Ну, в общем, с учетом того, что у пластикового был 95, раз распыл угол. А здесь 65. В общем, получилось, что не домывает. Эта рампа была заменена вот на такую. Здесь уже форсунок 7. Моет. Ну, нормально. Давление у него в системе 4 атмосферы. Наверное, не очень много для таких форсунок, но в принципе справляется. Барабан вот так, видите, вот тут он чистый. Вот, что он справился, он грязной стороной. Сейчас он сделает несколько кусочков оборота и промоется. Включаются форсунки вот таким вот клапаном. Он 220 вольт. Подарёшь на него напряжение. Он пускает воду. Не подарёшь, не пускает. Стоит рублей 250 на Алиэкспресс. Недорогой. Но у него вот, как сказать, новый экземпляр. Здесь очень большое сужение. И пропускная способность очень маленькая. Вот. Есть варианты, как типа, скорейшего лихоиста. И вот этого сужения здесь нет. Такой клапан для сужения я уже купил. Просто пока это не доходят поставить. Двигателей, приводов, в общем, всяких понижающих редукторов было опробовано немало. Пока остановились на Жигулёвском. Вот такой вот. Вот дворников. Но мне не нравится, что он 12-вольтовый. Выходит с ним отдельный блок питания держать. Я это дело не люблю. Так что будем искать какой-то другой вариант. Вот. Плюс передачное число вот этой штуки тоже не очень большое. Хочется, чтобы барабан крутился помедленнее, чтобы он просто получше. Но пока какой есть. Это механизм от стиральной машины с вертикальной загрузкой. Старый дохлый. В общем, из него он вылог. Поставлен сюда. И вот, где он мотор. По самому барабану. Как он там закреплен? В этой части его стенка на оси. Там внутри примерно такая железка, а также на шоу подкрытца барабана. Ось пройдет и через отверстие вот в этом люке. Так что это сторона в подвешенном состоянии буквально на 2 см от днища корпуса. С той стороны сделано немножко по-другому. По-какая, я не могу, то я не заглянешь. Взяты втулки для соединения полипропиленовых труб 25-х. В нее пройдет кусочек 20-й полипропиленовой трубы. Оно довольно свободно вращается. И сделано 20-й трубопрообразными вставочками. Стоит на дне. На них отправится барабан. И получается, на таких втулках он вращается. Наверное, не очень надежная конструкция, но бюджет такой конструкции 50 рублей. Что, в общем-то, очень радует. Годик, скорее всего, отработает. Ну, будет подклинивать. Будем думать, что делать. Наверное, есть решения какие-то более дорогие, более надежные. Но даже если она будет подклинивать, будет скользить по пластику. Там в водичке все сотрется не сразу. Даже заклинившая еще годик накрутится, наверное. По автоматике. Автоматика сделана у меня вот так, немножко толкозно. Таком вот контейнере. Ну, в общем, там живет ирлюина. И пара релюшек. Туда подводится питание от розетки. Релюшка соединяет, подает на прижарение на барабан. Барабан у меня каждую минуту поворачивается на примерно одну четверть оборота. И каждые пять минут сделает полные два оборота и включаются форсунки. То есть потихонечку он поворачивается чистой стороной. Когда весь полностью загрязнился, включается промывание. Ну, плюс есть кнопки принудительно. Можно принудительно включить форсунки. Можно принудительно покрутить, нет, наоборот, даже форсунки. Это барабан. Можно и то и другое включить и помыть. Ну, а теперь кровоток для сброса грязи при чистке барабана сделан из 110-й трубы, разрезано вдоль и развернуто. И чтобы не сворачивалось обратно, нагревал феном, разгибал и чтобы не сворачивалось обратно, вставлял кусочки трубы полипропиленовой двадцатки, чтобы она держала форму. С торцов подварены такие вот торцевые заглушки. С одной стороны барабана труба, а с той стороны просто заглушка, ничем не кончающаяся. Вот, у кладка не сделал уклон, поэтому вот вся какаха и жижа там, когда не моется, все стоит. Ну, когда форсунки льют, она потихонечку утекает, но, в общем-то, надо было сделать уклон. Здесь я поднакосячил чуть-чуть. Дальше отсюда какашка вся попадает в тонкую трубу, десятку, и уходит в канализацию. На этом, наверное, все. Пусть старался рассказать все. А, ну, по стоимости был ролик. Вот где он? Вот здесь вот я поставлю у него самую ссылочку по стоимости вообще всего здесь оборудования. Вот, а так барабан вышел меньше 10 тысяч рублей. Вот, делали все, естественно, сами. Все, больше мне, наверное, стоять нечего. Если что-то упустил, забыл, или есть какие-то комментарии интересные, пишите в комментариях. Готов обсудить, готов ответить на ваши вопросы. Все, прощаюсь с вами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok